К эфиру присоединяются журналисты из Гагаузии Михаил Серкели. Михаил, здравствуйте, большое спасибо, что нашли ответить время на наши вопросы. Итак, Михаил, главе Татарстана, который направлялся в Гагаузию на предвыборное мероприятие, отказали во въезде в страну. Вот мы видим реакцию Москвы и кандидатов Башкана и Виктора Петрова. Петров говорит, что это произвол по отношению к жителям автономии. Находят ли эти заявления отклик у избирателей и вообще, насколько широко эта тема обсуждается в Гагаузии? Ну, я не считаю, что это находит большой отклик у избирателей и у жителей Гагаузии, чем Татарстан и, в частности, Мениханов отметились в Гагаузии. Ну, кроме того, что подарили там, не знаю, комплект поломанных инструментов в Гагаузии. Это мнение Виктора Петрова. Виктор Петров хотел использовать Мениханова в своей избирательной кампании. Виктор Петров неопытный политик и как бы без какого-то серьезного политического профиля. И строит свою кампанию. И не только, кстати, Виктор Петров. Очень многие кандидаты строят свою избирательную кампанию на том, что за них говорят другие люди. Вот за партию, за кандидата от партии Шор говорят российские звезды, звезды российской поп-эстрады. Значит, за Григория Узуна говорит Игорь Датон и лидеры партии социалистов. А вот Виктор Петров избрал для себя стратегию, чтобы за него говорили другие более высокопоставленные и более известные, более опытные политики из России в данном случае. И ставка сделана на Мениханова. Мениханов, очевидно, вовлечен в избирательную кампанию Виктора Петрова. И как бы красиво Виктор Петров не назвал свое мероприятие, он даже назвал это каким-то дипломатическим форумом, форумом дружбы народов. По факту это остается предвыборный митинг Виктора Петрова, в котором должен был принять участие Рустам Мениханов. А вовлечение иностранных чиновников и зарубежных чиновников в избирательную кампанию в Республике Молдова, насколько я понимаю, не только не приветствуется, но и запрещено Национальным избирательным кодексом и кодексом о выборах. Михаил, а вот Петров не единственный, кто во время этой предвыборной кампании делает ставку на поддержку Москвы. Эта поддержка, насколько она решающий фактор для гагаузских избирателей сейчас, когда Россия ведет войну в Украине? Ну, очевидно, гагаузские избиратели ориентируются на Москву. Тут с этим трудно спорить, но проблема в том, что у Москвы нет сильного кандидата сейчас. Понимаете, если на предыдущие политики, более старые, более взрослые поколения гагаузских политиков, очевидно, промосковских политиков, они каким-то образом лепили себя сами, благодаря своему собственному труду, то мы видим, что к этой избирательной кампании, особенно вот эта вот двойка или тройка кандидатов от основных промосковских, пророссийских политических сил, в данном случае Виктор Петров, Григорий Узун и Евгения Гуцул, это абсолютные ноунеймы в молдавской и вегаузской политике, которые, в принципе, как бы еще не создали себе какого-то профиля. Поэтому, с этой точки зрения, если считать их промосковскими, пророссийскими кандидатами, то, очевидно, у Москвы как бы очень слабые лошадки, если так можно выразиться. Вы уже упомянули, что партия Шора уже традиционно использовала тяжелую пиар-артиллерию в виде Баскова и Киркорова. Насколько это действенно? Как вы считаете? Ну, я не думаю, что это очень сильно воздействует. Опять же, да, то есть, и мне сложно сказать, опять же, мы видели ситуацию, когда Москва поддерживала достаточно сильных кандидатов. То есть, как бы, раньше было так, да. То есть, Москва думала, кого поддержать, делала какие-то определенные опросы, выявляли самого сильного кандидата с очень высоким рейтингом и делали ставку на него. А кандидаты, на которых они делали ставку, это были очень серьезными политическими лидерами, практически фаворитами в политической предвыборной гонке. И тогда, как бы, Москва просто, скажем так, помогала этим кандидатам пройти в Башкан. Сейчас, как бы, здесь очень слабенько, лидеров, как бы, нет. И насколько поддержка вот этих вот московских артистов и политиков может помочь этим лидерам и политикам пройти и выиграть выборы Башкана, мне сложно сказать. Это немножко другая ситуация. Да, по-прежнему, Москва будет иметь серьезное влияние, но кандидаты достаточно слабые. А вот Лидия Гуцул, кандидат от партии Шор, тратит больше всего финансов на эту предвыборную кампанию. Это видно? Ну, это видно по тому, кто выступает в поддержку Евгения Гуцул. Я не думаю, что в Киркоров и Басков просто так из доброты душевной выступили в поддержку Евгения Гуцул. Понимаете, Евгения Гуцул проводит концерты. Вернее, партия Шор в поддержку Евгения Гуцул проводит концерты. То есть, да, я не думаю, что Евгения Гуцул отражает в своем финансовом отчете поддержку в той или иной форме, оказанную Киркоровым, Басковым, кем там еще, Стас Михайлов и Жасмин. То есть, да, она больше всего тратит, но я думаю, что не все расходы отражены. Микел, вы говорили, что выборы могут не состояться из-за низкой явки, так как жителям автономии не слишком интересна эта кампания. И что многое зависит от поведения кандидатов. До выборов меньше двух недель. Насколько активна кампания сейчас? Ну, я должен сказать, что, да, кандидаты достаточно активные. То есть, они ездят по селам, они встречаются с людьми, каждый день проводят какие-то встречи. То в коллективах, то просто на улице встречаются с избирателями, организуют большие митинги в домах культуры и так далее. То есть, кандидаты стараются. То есть, как бы тут нельзя и сказать, что они ничего не делают. Но вот насколько они убедят кандидатов выйти, вернее, избирателей выйти на избирательные участки, это уже такой вопрос, который... Это еще загадка. Посмотрим, да, через две недели все будет видно. Как я сказал, очевидного фаворита в этой избирательной кампании нету. Я так понимаю, что там практически три, как минимум четыре кандидата, у них разница в районе погрешности статистической. Смогут ли они убедить избирателей выйти на избирательные участки, посмотрим. С другой стороны, мы видим, что примары тоже постарались снизить количество избирателей. 92 тысячи избирателей в избирательных списках, для того, чтобы выборы состоялись. Посмотрим, помогут ли эти меры, говорить еще рано. Но посмотрим, поживем, увидим. А второй тур, две недели назад, вы говорили, что он, скорее всего, состоится. Вот сейчас как оцениваете такие шансы? Ну, я, опять же, да, то есть, я считаю, что при всех тех мерах, которые были приняты, имеется в виду снижение количества избирателей и активность кандидатов, это может способствовать тому, чтобы состоялся первый тур. Если первый тур состоится, то, как бы, вполне возможно, состоится и третий, вернее, и второй тур, извините, да, видите, я уже как бы о третьем туре заговорил. Состоится и второй тур, а там для того, чтобы он состоялся, нужна одна треть. Если состоится первый при требовании явки в больше половины, то, скорее всего, состоится и второй, где нужна всего лишь навсего одна треть. А вот предстоит еще избирать двух депутатов Народного собрания? Да. Вот, да, в Вулканештах и в Чокмайдане. Вот об этой избирательной кампании мы слышим практически ничего не слышим. Я не знаю, если в этих селах, в этих населенных пунктах, в этих округах ведется вообще какая-то политическая предвыборная деятельность. Там тоже могут выборы не состояться, потому что мы увидели, что на последних выборах Народное собрание, несмотря на то, что явка очень низкая, там одну треть не добирали. Но дело в том, что на выборах Народное собрание там внесли поправку, что при повторном голосовании убрали вообще необходимость явки. Поэтому как бы тут опасности серьезной нет. Если в первом туре не состоится, то будет повторное голосование и в любом случае состоится. Вот выборы депутатов. Могут ли они изменить расклад сил в Народном собрании? Ну, безусловно, могут. Если победят депутаты от партии социалистов, недружественные к нынешнему председателю Народного собрания, то там может измениться конфигурация внутри Народного собрания. Измениться президиум, поменяться председатели определенных комиссий. Не знаю, если будет достаточно голосов для того, чтобы сместить Константинова с руководящей должности в Народном собрании. Но вполне возможно, это может повлиять на то, чтобы поменять конфигурацию в президиуме. Тогда могут социалисты сказать свое слово и измениться конфигурация. Но опять же, посмотрим, как пройдут эти выборы. Михаил, продолжайте. Я говорю, все может быть. Здесь надо дождаться результата. Вот если подытожить, чем эта предвыборная кампания отличается от предыдущих? Эта предвыборная кампания отличается от предыдущих тем, что здесь нет явного лидера и нет явного фаворита. Это первое. Второе. Эта кампания проходит в условиях войны в соседней стране. Безусловно, это влияет и делает свой отпечаток. Дает, сказывается, как бы кто здесь не избегал обсуждать тему войны в Украине и не избегал комментировать эту тему, она будет, безусловно, откладываться на этой избирательной кампании. И второе. Мы видим новые поколения политиков в гагаузской политике, которые гораздо слабее предыдущих поколений гагаузских политиков. И это очень, скажем так, печально, досадно. И это, скажем, не очень хорошая перспектива для гагаузии. Михаил Серкели, журналист гагаузии. Огромное спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. До встречи. Продолжаем выпуск. Илон Шор.